И что же нам говорит Господь о нас в Библии? Что он нас там? Ругает, хвалит. Говорит, что мы хорошие, говорим, что мы плохие, что мы воспитанные или не воспитанные, старые, молодые. Нужны мы ему, не нужны. Нет, Господь говорит о том, о чём же он говорит, как вы думаете. О чём он может говорить про человека? Про себя он говорит, какой он, зачем он что-то в этом мире сделал? А что же он говорит о человеке, как вы думаете? Ева, как ты думаешь, что он там говорит о человеке? О том, как нужно правильно себя вести, чтобы попасть в Царство Божие. Ну, почти Ева угадала, да? Ева говорит о том, как себя правильно вести, чтобы попасть в Царство Божие. Действительно, Господь, Он говорит с человеком и о человеке, прежде всего, для чего Он его сотворил. И когда человек согрешил и был лишён общения с Богом, его изгнал ангел из рая, Господь говорит человеку, как ему себя вести, что делать, чтобы вернуться обратно. Потому что Бог никого не хочет наказывать, никого не хочет только «я ему отомщу, этому человеку непослушному». Нет, Господь – это великая любовь, которую мы даже… Вот ваша мама вас так сильно любит, а Бог любит в миллиарды, в огромное количество, просто в гуглов количество какое-то. Любит вас всех, тебя, меня, твою маму, твоего папу, брата, сестру, бабушку, девушку, соседа, всех людей. И вот Господь в Библии нам говорит о том, как же нам с вами вернуться обратно к Нему, как нашу эту жизнь зимую провести, что нам делать, как нам жить, куда идти, какой путь избрать. Вот Господь говорит в Библии об этом, чтобы вернуться к Нему обратно в рай, в Царствие Небесное, чтобы мы могли с Ним снова быть вместе и общаться. Потому что сейчас как происходит наше общение с Богом? Мы приходим в храм или становимся дома, в наш угол красный, где у нас иконки, и мы молимся, разговариваем с Богом. Но мы не слышим ответа часто, мы не слышим ответа, потому что человек согрешил, и он был лишён общения с Богом. Раньше вот человек говорил, и Бог ему сразу отвечал. Таково было их общение. А сейчас вот мы стоим перед иконками или в храме, или просто мы вышли где-то в лес, и такая красота. И нам так захотелось Бога за это возблагодарить, что вот Он такую чудесную природу создал, такой мир чудесный. И мы с Богом разговариваем, но ответ мы как будто бы не слышим. А ответ для нас, грешных, чтобы мы не отчаивались, потому что, ну представьте, будем мы постоянно стоять и разговаривать сами с собой. Ну, очень странно.